Экстравагантный пенсионер из Кирова – модная звезда Урала. Отправляясь на прогулку, 73-летний Виктор Казаковцев продумывает образ от макушки и до пяток. В этот раз надел шляпу и перчатки и взял затейливо декорированный чемодан. На Урале в 900 километрах от Москвы театральность его нарядов – настоящий вызов обществу. Всего в арсенале Виктора более полусотни непохожих друг на друга костюмов. Улицы Кирова стали его модным подиумом. «Мы все ходим не всегда нарядные, а он всегда в препараде. Умничка! Очень поднимает настроение утром». «Радует, потому что без него скучно было бы, наверное». А Виктор тем временем направляется в местный секонд-хенд. Это главный источник его нарядов. «Поскольку я пенсионер, то секонд-хендовая торговля, она для нас, пенсионеров, исключительно подходящая штука. Захожу я туда, в секонд-хенд, и какой-нибудь пиджак, или брюки, или шляпу, которые они покруче, я их и беру». «Умнейший человек. У нас просто не привыкли, что люди в таком возрасте или сидят в сериале, сидят тупо смотрят, а на утро вспомнить не могут. Или литроболом занимаются». Между тем, кроме удивленных взглядов, Виктор встречался и с проявлением агрессии. «Земная жизнь, она на зависти устроена. Так уж Господь распорядился». «Убили?» «Бывало. Но насмерть-то били один раз на лесобазе пьяные парни. А остальное-то можно всего не считать». Живёт вятский модник в деревянном доме на окраине города. Говорит, страсть к яркому стилю у него от матери. «Мы её выписали в 1956 году из Москвы, из Подольска. И мать на ней шила, а теперь вот я шью». В молодости Виктор работал баянистом в районном доме культуры. С тех пор не представляет себе жизнь без сцены. «Когда штора превращается в шарф, конечно, костюм, он уже несколько юмористический характер имеет. А я без юмора жить не могу». «Еще как-нибудь ползу». Продолжение следует... Продолжение следует...